короче у вас развернута внутренняя лодыжка на 90 градусов вам наверно надо делать операцию вот эти слова я услышал я побелел вот реально побелел и короче что получилось в итоге она сходила к заведующему там более опытный мужик сказал что вообще никаких проблем это все обрастется растется может уже расхаживать все сняли гипс окончательно до 2 марта продлили фу я штамм воды прямо в травматологии из крана напился думал все капец пока она там ходила я думал карьера моя на этот год завершена сейчас будем расхаживаться будет немножко больнее из-за того что разверну там сок который разбил как раз мне кость раскола вот этот сместился да вот он будет небольшой дискомфорт доставлять когда буду расхаживаться вот ну и смотрите видео как снимали гипс все приятного просмотра так вот все сейчас снимаю гипс короче захожу кабинет короче смотрим либо обратно поставят либо либо отправят расхаживаться тот день сказали что гипс лучше сохранить потому что не знаю точно срослось не срослось что гарантирую да что я смогу так снять что он закрывается может тогда я сам бы постараемся нет телефон уберите все привязанные к нему ноги туда пальцы то опустите пожалуйста пальчики не на себя пожалуйста гипс молодой человек заканчивайте выходите это я хорошо пришла вас убязала и вас пожалела просто а так я бы на полчаса ушла бы видеть мне еще подработку дали все вам хорошо как вам сказать приятно нога как перышко потому что 7 килограмм гипса было сейчас просто кайф перелом здесь был с этой стороны со смещением с наружки визуально вроде не было посмотрится сейчас делаю рентген и там уже потом травматологу либо начинаю расхаживаться либо обратно в гипс ставят два месяца у меня перелом удар просто был сильный поэтому не под своим весом сломал ну да пока синяк прошел пока это самое все короче не очень хорошие новости дышка внутренняя развернутом перебедикулярно вот такие дела это жесть сейчас будем отмывать вот этот мыл вообще просто грязнющая была в общем в чем разница вот это я поднимаю когда спокойно так сейчас вот они на одном уровне как это могу я двигать как это могу двигать разница приличная разрабатывать и разрабатывать одна сумма зима здесь прописали реабилитации начался первые шаги ощущение те скажу как как будто ну нога не не совсем живая но я думал будет еще хуже допустим в прошлом переломе когда ломал 17 лет там операцию делали там вообще ноговатная была здесь я ее более хорошо чувствую вот такие дела учимся ходить вместе с юлянкой чем дальше тем максимально держишь горизонтально полу и двигаешь и с каждым разом нужно все ближе и подобное упражнение должны помогать не отрывать пятку вот это я могу вот смотри до куда продвинуть вот она у меня вот а эту все она мне уже как отрывается то есть мне еще целую стопу ехать разница в чем чем более никаких особо не чувствую но единственное что на полный вес дам какие-то это боли ребят ну что я могу вам заключение сказать но будем расхаживаться конечно через боли мучительные лучше конечно период когда вы ходите в гипсе ни в коем случае никаких лишних движений не делать я допустим на машине ездил все равно это как-то повлияло именно на смещение вот этой участка лодыжки который мне развернулся на 90 градусов и как бы был риск очень большой что придется делать операцию ну вроде как прокатило и слава богу конечно знал бы так и за рулем бы не ездил потому что риски то никому не нужны люди как бы кажется нога там не шевелится но все равно ты давишь на педаль ведите себя если уж что-то ломаете главное травматологов слушайте что вам советуют все всем пока надеюсь скоро вернусь в море всем спорт